Привет! Мы с вами находимся около комплекса Москва-Сити в Пресненском районе. Здесь от 1-го Красногвардейского проезда и 3-го транспортного кольца и до Пресненской набережной Москвы-реки вдоль делового центра Москва-Сити, как раз и 3-го транспортного кольца. Оно проходит по эстакаде, 3-го транспортное кольцо. А тут внизу проходит Тестовская улица. Рядом также находится железнодорожная платформа Тестовская белорусского направления и станция метро Международная, находится прямо непосредственно, выходит на эту улицу. Улица с двусторонним движением от мобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении длина и составляет около полкилометра. В 1555-м и 2007-м годах эта улица называлась 4-й Красногвардейский проезд по близости Красногвардейским улицам, которые неподалеку находятся. Ну и, кстати, это более правильное название, действительно, это больше похоже на проезд, чем на улицу, потому что, с одной стороны, практически, и Краффотное кольцо идет на всем протяжении, да, и всякие нежилые постройки, там платформа Тестовская, ну а с другой стороны, как раз и комплекс Москва-Сити. Ну а в 2007-м году улица получила нынешнее название, ну а вернее проезд, который был переименован в улицу, по исторической местности Тестова, позже подмосковный поселок Тестовский здесь находился, где во второй половине 19-го века владелец трактира Иван Тестов поселил цыганский хор. Вот, тут у него, наверное, увеселения были какие-то, да? Ну а потом уже возьми поселок Тестовский уже в советское время здесь. Жилых домов здесь нету, и находится, так сказать, станция международная, я говорил, да, это, соответственно, желтая ветка метро, туда поезда по вилочному движению ходит, да, по-моему, так как, то есть до Международной. Там одни едут до Кунцева, да, а другие, соответственно, до Международной. Это, по-моему, даже не желтая, это голубая ветка Филевская, там просто такая, ну и здесь и желтая, по-моему, есть даже и это самое, и голубая, ну, как от Филевской линии, там отрезление идет от станции Киевской, и дальше поезда частично едут до Международной, а частично едут, ну, а в основном едут по основному ходу до Кунцева. И вот здесь по этой улице числится бизнес-центр Северная башня, в составе как раз Москва-Сити, построен в 2008 году, 26 этажей, вот, так же здесь, здесь находятся улицы крупнейших международных и российских компаний, Шерлова Моторс, Моторола, Кёндэй, ну и другие все. Ну и здесь также есть Катриент-Зал, два банка, итальянский ресторан, кафе, ну, всякие запуточные, там бюро разные, туристические агентства разные, салоны красоты, цветов, фитнес-клуб есть с бассейном, ну и так далее. Вообще является одним из самых высоких, а может даже самым высоким в Европе атриумом, высотой 80 метров. Ну, современный конференц-зал может вместить до 250 человек. Ну, а по другую сторону, за железной дорогой, вот, тут находится железнодорожный патрон МЦК «Деловой центр», который как раз примыкает к этой вот улице, и за ней находится ботанический сад Московской медицинской академии имени Сеченова, здание Патрон-20. Оно здесь тоже чисто спает улиц, хотя фактически оно к ней не относится, то есть на эту улицу ботанический сад не уходит, он там на задворках находится, за третьим транспортным кольцом и окружной железной дорогой. Ну, и он основан в 1346 году создавался как база практики студентов по ботанике, а также как база для научной работы сотрудников и студентов в области исследования лекарственных растений. Отведенную территорию была сначала пустырем, на котором также были и огороды, жители, которые тут находились, домов. Ну, а сейчас фактически этот ботанический сад состоит из Зандрария, систематического или фармакопейного участка, также школы питомников, опытных участков и цветников. На территории сада имеется лабораторный корпус, учебными аудиториями. Коллекция сада насчитывает около 1200 видов растений, из них около 200 видов считаются лекарственными. Для свободного посещения сад закрыт, хотя многие пытаются туда попасть, хотят это сделать. Ну, действительно, сад очень красивый, но нельзя туда попасть. Ну, говорят, есть такое мнение, что там очень много ядовитых растений, чтобы как бы с ними надышались, ничего не съели. Но я думаю, что дело не в этом, а в том, что просто чтобы не мешали. Потому что это действительно как бы, так сказать, такая вот именно база для студенческих практик, научных исследований, да, вот именно. Сейчас относящиеся к Медицинской Академии Несеченова. Вот, чтобы там не ходили, не шлялись, не мешали. Ну, наверное, может быть, какие-то, иногда искусств говорят вроде про воду. Также есть автопарковки около Москва-Сити по всей длине вот этой улицы. Вот, ну, и там можно здесь погулять, посмотреть на Москва-Сити. Вот, это самое главное здесь. Ну, к сожалению, на ботанический сад даже посмотреть сложно, потому что там его трудно заметить, там с железнодорогой, с улицы очень плохо, практически не видно его. Ему единственное, можно посмотреть немножечко вот именно из электрички, ласточки, вот по МЦК, когда едешь, вот в Санкт-Стиловой центр, они, правда, ее оградили таким зловещим, таким зеленым цветом, такой сделали, как бы, такой колпак зеленый, да, и поэтому за этим зеленым колпаком практически этот сад не видно. Ну, немножко можно так заметить, чуть-чуть, но слабо. Вот так. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.